Сегодня я покажу вам самый простой рецепт, как приготовить вкуснейшие и пышные жареные пирожки. Это делается легко и просто. Для начала мы будем делать начинку. Начинка у нас будет из риса, мяса и зелени. Поджигаем газ. На газ мы ставим емкость с водой. Промываем рис и замачиваем его. Дальше мы нарезаем лук. Лук стараемся нарезать помельче. Берем сковороду, наливаем в нее растительное масло и высыпаем туда лук и жарим. Когда вода у нас закипела, мы высыпаем в нее рис. Напомню, что рис промытый. Лук у нас жарится. Когда он немножко прожарился, мы добавляем в него мясо. Мясо у нас перекрученное, это свинина. Добавляем также соль, молотый перец. И жарим до готовности мясо. Не забываем все это дело переворачивать. Когда рис у нас сварился до полуготовности, мы его процеживаем через сито. Высыпаем все в емкость, в которую мы будем потом всю начинку перемешивать. Высыпаем туда же мясо, наше поджаренное с луком. Перемешиваем. Нарезаем укроп и высыпаем его туда же. Также все это дело мы перемешиваем. И все. На этом этапе у нас начинка готова. Дальше мы будем делать тесто. Для этого нам нужны будут прессованные дрожжи. Мы их разбавляем с молоком. Разбавляем их до однородного состояния. И выливаем в кастрюлю. Добавляем в кастрюлю сахар. Три столовые ложки. В отдельную емкость мы разбиваем три яйца. Взбалтываем их. И выливаем в ту же кастрюлю. Заранее мы поставили маргарин в теплое место. Чтобы у нас он был комнатной температуры. Мы его тоже добавляем в кастрюлю. Потом берем муку. Муку мы просеиваем, как всегда. Чтобы у нас в тесте не было ничего лишнего. Перемешиваем. Вот такое у нас тесто получилось. И ставим в теплое место на 30 минут. В это время занимаемся своими делами. И когда у нас проходит 30 минут, мы открываем крышечку. Вот так вот все у нас подошло. Тесто стало в разы больше. Из теста мы делаем вот такие вот шарики. Далее берем один шарик. Вот так вот разминаем. Делаем лепешечку небольшую. Накладываем в нее начинку. И заворачиваем. Таким образом делаем, компонуем пирожки наши. Вот такие вот они красивые получаются. Далее ставим сковороду. Наливаем растительное масло. И жарим. Жарим до румяности. Вот такой вот. Когда одна сторона у нас поджарилась, переворачиваем. Следим, чтобы ничего не подгорело. Делается все быстро. Очень легко. Всем приятного аппетита. Пробуйте готовить. Ничего не бойтесь. Смотрите мои другие видео. Там будет очень много полезных, простых, а самое главное, очень вкусных рецептов. Всем спасибо за внимание. Всем до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!